Прямо в темпе вальса, попробуйте Значит, встаньте, переднюю руку выставили И просто попробуйте дожать его таким образом Чтобы не импульсом тело кинуть Вот туда вот так наклониться как-то Рукой толкнуть, а просто попробуйте Ногами Застабилизировать свое тело так, чтобы вы туда давили И у вас ничего не сыграло, ни плечо, ни локоть Вы же стали? Видите, у меня все тело застабилизировано Плечо, локоть У него ни спина не ходит, ни плечо не ходит Если это не работает, это будет вот так вот Либо плечо будет гулять, либо спина будет прогибаться Либо наклон вот такой будет Либо ноги съедут в сторону Попробуйте вот Абсолютно все тело застабилизировано И так оно в ударе происходит Ударяем То есть все тело застабилизировано Потом попробуйте, попробуйте продавить Все, поехали по очереди Еще маленький вот этот вот, да? Это не надо, это долго рассказывать А то сорвут спину Ногами Вот они, демпферы, видите, локоть загулял Вот это первый демпфер Плечо, спина Игорь выпрямлял Следующий, поехали Следующий, поехали Ну пока нет, я попробую Да, вот это лучше Только ногу поставь, а то ты падаешь Дело в том, что представить надо, что в любой миг макевару могут выдернуть Если ты валишься будешь туда, то ты провалишься Вот, спина застабилизирована Следующий, поехали Это настройка на 100 килограмм Вот, вот уже падает человек, видите Сейчас мы кевару выдергиваем Ногу ставлю Да вот прям вот сюда Вот, только дело Сейчас мастерские ученические Ученические на самой легкой настройке Самый слабый настройки Самый слабый Следующий, давайте, ребят, подожди Как так бить тогда? То есть, места не хватает? Нет, я имею ввиду, то есть, ну, вкладываться в удар-то То есть, не надо, да? Я сейчас все покажу Почему надо? Нет, без импульса, ребят, чем Мы сейчас, смотри, если вы сейчас импульс тела кинете Все весят больше 60 килограмм Если вы создадите маленький толчок То есть, импульс будет больше 100 И вы легко можете даже Вот, когда, ну, уже техника поставлена И застабилизированное тело можно еще так добивать То есть, легко я добиваю до конца Но суть-то не в этом Суть в том, что если она будет настроена на 600 килограмм То вот этого не хватит, почему? Потому что демпферы гулять будут И вам сейчас надо просто прочувствовать собственное тело А может ли, ну, скажем так, оно быть застабилизировано Ногу поставьте подальше И чтобы ничего не гульнул Медленно, чем вы медленнее Вот так нажимаете Чем медленнее Потому что импульсом это уже легче Импульс создаете Попробуйте это медленно сделать И вы сразу же почувствуете то, где слабо А если вы еще поставите кулак, а вы даете кулаком попробуйте Это будет интереснее Сейчас у кого-то сразу вот так вот сделается Попробуйте, давайте У вас колени согнуты Тут не возникает этот демпфер? Это как раз и есть движок, которым ты можешь пользоваться Единственное, чем ты можешь пользоваться Классический... Вот уже плечо, видите демпфер? Вот он Вот он, видите плечо были? Вот оно съело уже Вот И это ест Дальше, следующий Поехали Просто толкайте просто Помните, я вам сейчас в самом начале показывал Все попробуйте, ребят, это важно И нажимаете все мышцы одновременно А играют только в перенос тяжести Только за счет ног Локоть демпфирует Немножко, да? Хорошо Вот кулак ульнул Следующий И вы находите Она вам все покажет Ваши слабые самзывения Макевара Это как тест Она вам все покажет У кого слабый локоть У кого кулак У кого плечо У кого спина У кого нога Вы сразу знаете И вы будете знать Над чем работать И в итоге Вот это подводящая вещь Которую на макеваре Надо работать Вот делая вот это медленно Вы в итоге тренируете Те сухожилия И те мышцы Которые стабилизируют Им в ударе ваше тело И в итоге В миг Контакта Вот от момента контакта И до конечной фазы контакта Когда вы заканчиваете киме У вас тело будет так работать Чтобы быть застабилизированным Только щелк сюда До контакта И тело стало закрепощаться Тем вы дальше продавливаете Тем оно больше закрепощается Оно в динамике работает И у вас в итоге Когда вы будете бить Оно будет тело Железное Ну кулак 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 Так будет интересно И сразу чувствуется неуверенность В тулаке сходу Вот он Вот он гуляет Видите Дентар Ну вот видно ребят Следующее Я вас уверяю Что кто сегодня послушает Все А они сегодня до конца Макевару пробьют Ну Продавят Ладошкой спокойно Да Вообще прямо легко Так щелкает Все Следующее Пробуйте Пробуйте То есть у кого-то Это получится быстрее Кого-то медленнее Обязательно Такой стоит И сразу кулачок загулял Да А вы работаете Видишь Вы работаете Все работаете Все В основном Ноги не работают Да Все работаете Вот этим местом Никуда Никуда А ноги Это двигатель Который кидает Маску тела Закрепостите Чем мы массу тела Можем бросить Только ногами Только переносом Маски тела Либо Либо выпрыгнуть вперед Если мы только Работаем торсом То мы только Половиной массы тела Работаем Можно конечно Навалиться Верхом Одним Но тогда Мы используем Только часть Чтобы не было Вот этого Дай пробу Давайте следующий Пробуйте Ошибочки Давайте попробуйте Все Ближе ставить Ногами Ногами Работай ногами Как это В тайском боксе Да там тренер Постоянно кричит Кау-кау Покий Давай Толкай ногами Мальчик Чувствуешь Знаешь что Клак гуляет Вот видно Со стороны Хорошо Следующий Пробуем По три раза Пробуем Пробуем Дальше Следующий Ребят Пробуйте Попробуйте Все Стесняться Не надо Все вы сейчас Одинаковые Сомптоном Макевари Упругого типа Не работает Одинаковые все Поверьте Никого лучше не будет У кого-то Конечно Может что-то Будет крепче Кто-то Тяжелее Кто-то Посильнее Кто-то Додавит Вот В том что Молодой Проблем не будет Чтобы достать До конца Если чуть-чуть Посильнее Сделать импульс Ну вот Виду Что плечо Гуляет Видите Как гуляет Плечо Вот оно Точно При контакте С стелом Оно Гульнет Еще разок Теперь я буду Отпускать Отпускать Свою руку А ты Плечам Помогай себе Раз Еще Так я Слабее Начинаю Еще Добавляй плечо Вперед Видите сколько плечо Поедает энергия Сразу добавляет Следую Пошло Сразу Понятно Чуть-чуть Добавь туда Давайте Продави В коснулся И продави Так Хорошо Спина Более-менее Жестко Стоит И видно Что кулак Не гульнет А в этом положении Гульнет Вот в ударе Произойдет То же самое Ребята Вот эти микродвижения Особенно Когда будет импульс Килограмм Где-то 400-500 Он вам Кулак Эскортит Либо вы потеряете силу В ударе Либо вы себе Даже повредите руку Не надо импульс А я почему боксер Выволачивающий Кулаки Легко просто Это сделать А ведь можно А почему не получается Медленно Видите локоть загулял Видите плечо Не стабилизировал Отвернул Ну это ради бога А днем Следующий Пробуем Это важно А что бьют Валки А не все Валки Тебе лучше ладошкой Я боюсь Раз боксом занимается Значит только обязательно Думаю да Практика Есть практика Локоть Думаю Локоть Локоть Смотри Ночи Согни 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 Вот так Еще И это задней ногой Толкнулся Выпрями локоть Выпрями локоть Видишь что тебе гуляет Поехали Спина мелкие Мышцы длины И ноги И оп Достало Давай Следующий Не в импульсе получится То есть если Одну секундочку То есть если в импульсе встать И чуть-чуть тело попытаться бросить вперед Чуть-чуть То есть уже вот такое движение сделать Это все уже сделают вот так легко Видите вообще никакой силы Дело в том что когда правильно Выполняется техника Вот человек очень часто считает Что он сильно бьет Он это меряет по своему Состоянию Он сильно напрягся Он кажется что он сильно бьет А в итоге получается Что он ее не добивает до конца И вот объективный показатель Силы в ударе нет А другой Не вкладывается То есть чем Сильнее закрепощается человек Тем у него КПД Как бы ниже Он вроде сильно бьет А в итоге Ведь меряется все Не по собственному состоянию А по эффекту Который производит удар Если он выбивает Ну 600 И не чувствует Что он какую-то силу затратил Это мастер Если человек Сильно напрягается мышцами Там всеми рубит А выбивает 200 300 400 Это у него запас Просто немеренный Человек который правильную технику делает У него затрат вообще нет энергии То есть Вообще никаких затрат Абсолютно То я больше 200 Не могу выдавить То есть это будет поднято Примерно сантиметров 6 вверх Если медленно так Вот так никто сейчас У вас не сделает Медленно Это стабилизация всех отделов Уверяю вас Не сделает никто И через 2 месяца Никто не сделает Вот через полгода Может быть Если каждый день Заниматься по часу Следующий Давайте поехать Человек когда с ним съедает Когда он съедает Когда он съедает А прям Почек Чтобы добиться Такой жесткости Да В момент Она не поднимет А вот я могу Экспериментировать Когда соперника отводит Дальше добиться И сустав полетает Переразгиб так называемый То есть вы щелкиваете локоть Ну да Боль такая Это Нет Пробуйте Пробуйте дальше Это есть Но на самом деле Тут экспериментов Не надо много Это нужен Вот опыт Кто выбивал Вот так выщелкивал Локоть Раза 3-4-5 Он в итоге Руку ловит В средней физиологической фазе Выщелкивать локоть До конца Никогда не надо Суставы Никогда До замка Замыкать Не надо Они в этом состоянии Будут разрушаться Если вы полностью Замкнете все То будут у вас Отбиться С основной поверхности Да Вот именно что Давно нет Уже опыт приходит Потому что Чувство дистанции Да Но это не столько Чувство дистанции Это проприорецепция Когда В каком-то положении Рука чувствует Что она вылетает Вот таким образом То она сама себе Как остаточный Какой-то травматизм Какой-то страх Она дает уже сигнал Что вот дальше Этого угла Уже разгибаться не надо Поэтому кто Локоть несколько раз Выщет Три-четыре Он потом годами Не выщелкнет Локоть Может в уникальной Ситуации Когда там Где-то Он может и вылететь Локоть А так никогда Не вылетит Пробуем Ребят Обязательно Пробуем все Это принципиально Вы должны понять Конечно Есть конечно методика Безусловно Ее надо показывать Это тема семинара На самом деле На самом деле Контроль-то какой Во-первых Надо доставать до конца Во-вторых Надо делать Без импульса Вот сейчас импульс В конце То есть он давит А в самом конце Пытается дожать Это делать не надо Потому что В ударе вы не сможете Так бить Раз-раз В конце Вы сейчас на самом деле Делаете прием В очень замедленном режиме Как будто вы тормоз такой Вы медленно Наносите И чем вы медленнее Что-то делаете Тем вы По-скому-то удара Стереотипы Динамические Вы вырабатываете Медленно Это конечная фаза Уже конечная фаза Когда Вот уже контакт Произошел И вот вы дожимаете Туда уже до позвоночника Конечная фаза Удара Да Только без ревка Надо пытаться сделать Медленно Спокойно Медленно Спокойно Медленно 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 И сразу Именно почему Поставил я вам Именно переднюю руку Знаете почему А потому что Передней рукой Дожать вам будет легче Да Вот здесь Понимаете С передней руки Достать намного легче Почему Потому что Когда трансмиссия Сам стоит у вас То на передней руке Демпферов-то меньше Вот у вас уже плечо Застоприлось И коромысло плечей Оно стоит жестко Если вы геаку Вариант как бьете Когда левая нога спереди А вы бьете дальний То есть панч такой Да У вас еще получается Вот демпфер Вот еще ротация И кажется что вы Это вот туда Заносите сильно Но ровно столько же Как только контакт Произойдет Она вам вернет назад Если у вас Нету механизмов Да Которые Могут Застабилизировать Вашу спину Чтобы она не раскручивалась Назад То все Сожрет у вас Вот это вот Вы туда А оно сюда Понимаете То есть еще сложнее Этот метод Это гораздо сложнее Импульс можно больше создать Но конструктивно Будет удар Хуже Потому что Еще больше задействованы Мышцы И системы До слабых мест Поэтому закреплять надо Когда вы бьете Им передней рукой Вот почему Удар передней рукой Очень выгоден Он конструктивно Жестче Он дальше И им очень хорошо Скажем так Останавливать Вашего противника Взорвавшегося То есть Когда он идет на вас Вы выставляете Переднюю руку Как будто Выставили лом Вот так Уперли его в землю И выставили Вот эту жесткую конструкцию И он на нее напоролся То есть Даже не надо Импульсы вперед делать Он его сам создаст Это как то бревно Которое висит А он движется на вас Он бум Налетел Вот если конструкция Будет жесткая То вы Очень легко Выставите джеб И он сам Об него разобьется Если у вас Ничего не сыграет Можно по корпусу Точно так же Ребра ломать Только так Пробуем дальше Можно вопрос Нужно Как работать Над слабыми местами Что с ними делать Узнал что я Будь с твоим плечом слабое А вот ты сам Видишь какие слабые места И их прямо Закачивать на смерти Лишь ты Макеварь работает Это прежде всего На гибкой Можно к дереву Что-то привязать Именно гибкому Это лучший вариант Но из такого нет варианта Можете к дереву Гибкому все дело Привязать Понимаете Что-то пытаться Закачивать чем-то Это можно Это комплексно Подготовит ваши суставы Но Давайте вот так вот скажем Очень важный момент У меня Слабый локоть Очень слабый Да кстати Ребят А вот пойдет речь о том А как же боковой Сейчас я просто скажу дальше А как же боковой А тут еще мышцами держать надо Да И вот есть человек У которого Вот такие мышцы Он бьет И не добивает Да Мишенгарды Где мои перчатки Нет Мои Нет Лов Дай мне мои перчатки Вы пробуйте пока А я буду дальше говорить Дело в том Что На прямой технике Гораздо проще посмотреть Понимаете Когда прямую технику Мы делаем То есть просто механизмы Ну замыкающие Которые выстраивают технику Таким образом Что вся поступательная сила Она вдоль вектора То есть идет удара Самого Да Поэтому это проще А когда боковой бьем То вроде получается Что мы не можем Тело Ну как бы Поступать Надо дать удар И еще Ротационные силы Появляются Которые будут Обратно раскручивать тело Потому что Столько вы забиваете туда Столько назад Она возвращает Вот И что поэтому надо делать Надо как-то Застабилизировать Вот это все дело И мышцы закачивать Здесь ребят Абсолютно бесполезно Можно накачать Огромные мышцы Но если вы динамически Работаете Да Динамику Ну штангу например Жим Вот эта грудь как раз Да Работает То Понимаете Она работает И не в том режиме Который позволяет руку Застабилизировать Чтобы стабилизационные силы Выработать Ну нужно развивать Именно сухожилия И Капсулу сустава И Связки Мышцы Они не держат руку В таком положении Держат именно связки И Сухожилия А они Вот они работают И делаются толще Если вы на плеометрику работаете Или на статику Ну ты за метрию То есть встали к столбу И давите В сторону Сюда Если вы делаете жим Мышцы будут очень сильные Но застабилизировать Они не Они не смогут ваше тело Вам же что нужно сделать Вам в ударе по сути Конечный пазит Вам нужно что сделать Вам нужно сделать так Чтобы рука Не самортизировала То есть по сути Не сыграла Не сыграла Если вы будете хрестать Просто рукой Вы никогда не добьете Но у меня добивается Почему еще Потому что У меня все равно Тело правильно работает Извини Еще перебью Смотрите ребята То что у боксера Вот здесь хлест То что называют Это надо быть От бога боксером Чтобы поймать На встречном движении Человек Вот если видели Рой Джонс Вот там работает Вот такой вот Ну он один такой Клевок И человек ложится Почему ложится Он Тайминг такой Он понимает Когда человек входит И он на встречном движении Просто руку кинул Бывает Тут 100 килограмм Там 100 килограмм Как две машины На столкновении А когда человек на отходе А ты его бьешь так Что он ложится Как пулек Это возможно Только при ударе Как молотком То что боксеры Опять же называют Положить руку на цель Жестко Они добиваются Только работой На настенной подушке Даже не на мешке И это уникальная способность Но настенную подушку Вы с собой возить не можете Понимаете И она не дает Вот настенная подушка По любому Что они еще Они садят суставы Она на стене Они убивают суставы Она не гасит Она не дает Она все в локоть Она отдает все обратно А макевара не отдает Вот и все Это настенная подушка Только правильная Вот если там Потому что для некоторых Слово макевара Макерное Это чисто карасисты Только для них Нет Стали Боксерская техника Работает точно так же И вот когда боковой бьете Чтобы не сыграл Потому что вся масса тела Влетает туда Они держат сухожилия И получается Тело полетело дальше А рука идет назад Поэтому надо именно Делать и на полиометрику И на статику И в изометрии И закачивать Именно сухожилия И тогда грудные мышцы Могут быть не очень выражены Но вы руку застабилизируете так Что она будет как рама Представьте Что вот такую же раму Сварили металлическую Вот такую как бы кокон И вы встали в нее А вот из нее Две рогульки торчат Вот так И вы всем телом Рогулька знаете Рогулька Вот видите Так рогулька Слушай меня сосит Один раз Хватит Все Ребята Еще момент Тон Смотрите Вот те кто ставит Дома вот такую Макивару Проблемы с соседями Я купил Сначала сделала Вот эта просто резина Но они нервничали Конечно Но молчали Мне стало их жалко Продается специальная Шумопоглотительная Резина Звукоизоляционная Звукоизоляционная Микропора тоже Она вот такая И сейчас мне проклеивают По задней стороне И вниз И она просто поглощает Реально поглощает шум Но те Кого нет возможности Говорю Вот лучше Специалист пришел Вот Коля Коровин Встали сейчас Великий мастер карате Великий мастер карате Вот он сейчас только Сказал Серега 30 лет занимайся Такой красоты не видел Вот как это Макивар Ну и сейчас Ты давай еще 10 минут здесь А я послушаю Сейчас ребятам Попробовать надо Я уже все послушаю Ребята Давайте кто хочет Может под наблюдением Мастера попробовать У вас на это 5 минут Мы собираемся И начинаем Продолжаем тренировку В нашем обычном режиме Договорились? Давайте все это прогоните Пожалуйста А потом можете найти Макивар Пробовать сами Макивар